всем привет друзья и сегодня хотелось бы уделить немного времени разговору о тянутом литнике и так для чего нам необходим бывает тянутый литник например для изготовления антенн для того чтобы нам сделать антенну нам потребуется рамочка на которой уже нет деталей и прямой участок ровный без приливов так как если у нас на кусочки литника от рамки будут вот эти приливы то последствии при растягивании литника толщина тянутого литника у нас будет неравномерная поэтому возьмем ровный участок вот такой и вот такой чуть-чуть толще и на примере этих кусков посмотрим как правильно растянуть для этого нам потребуется либо обыкновенная зажигалка либо свеча над свечой бывает иногда удобнее просто можно держать аккуратно двумя руками чтобы у нас пластик никуда не был в данном случае зажигалкой нужно работать очень осторожно как только пластику нас поплыл начинаем очень очень осторожно прислонив руки к поверхности равномерно растягивать наш кусочек растягиваем его до тех пор пока нас не устроит толщина получаемой нити даем некоторое время остыть пластику буквально несколько секунд и вырезаем понравившийся нам участок таким образом можно растягивать литники до необходимой нам толщины скажем да или диаметра после того как мы растянули мы получаем довольно таки гибкую не если скажем намазать какую-то часть литника клеем после того как клей подплавит пластик можно будет хорошенечко придать угол и таким образом пускать наш готовый литник в любом направлении которое нам нужно желательно использовать как я уже обратил ваше внимание кусочки от рамок без каких-либо выступающих деталей на них и чтобы они были круглые если они будут плоские какие-то то соответственно тянутый нить у нас будет тоже плоская обращу ваше внимание что у разных производителей моделей качество пластика немного отличается и конечный результат растянутого литника может немного отличаться у кого-то пластик более пластичный у кого-то менее пластичный также можно использовать разноцветные пластики для каких-то работ и прозрачные частности также юным моделистам рекомендую делать данную процедуру присутствии взрослых друзья как я уже отметил данный способ или технология хорошо подходит для изготовления антенн также таким способом можно готовить литник для имитации сварных швов каких-то тонких магистрали топливных проводов и так далее то есть насколько у вас хватит фантазии а на этом у меня сегодня все спасибо что зашли посмотрели данный выпуск всем удачи и пока пока удачи 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 удачи